МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Физкультурно-оздоровительный комплекс в Норд-Кале откроют к концу года. Вок, хватит. 50 сантиметров. Гордость пенсионеров-селекционеров. В селе Кахун вырос помидор переросток. 12 граждан побывали на приеме у Юрия Кокова с 5 мая по 5 июня. По их обращениям даны поручения оказать содействие в разрешении трудовых споров, принять меры по улучшению качества услуг подразделений скорой помощи, созданию необходимых условий для частных инвесторов, заинтересованных в ведении бизнеса на территории Республики. Всего с начала года к Юрию Кокову с различными вопросами обратились 126 человек. Сегодня более 6 тысяч выпускников Республики сдавали ЕГЭ по математике. Это второе обязательное испытание для бывших школьников. С утра открылись все 38 пунктов приема экзаменов перед входом в аудитории, паспортный контроль и рамки металлоискателя. На помощь шпаргалок выпускники, по их же словам, предпочли не рассчитывать. У тебя смысла в этом нет, если честно? Это, наоборот, тебя подвергаешь риску. Что, спалит тебя и сразу накормил. Правильно то, что такая строгая обстановка, потому что экзамены проводятся на честной основе, и каждый имеет шанс получить то, что он заслуживает. Экзамен состоял из двух частей. В первой 15 заданий, требующих кратких ответов по базовому курсу математики. Во второй 6, более сложных, где нужно написать полное решение. На выполнение всех упражнений выпускникам отводилось чуть меньше 4 часов. По предварительным данным, экзамен прошел без нарушений. Напомню, надзор за ходом ЕГЭ в Республике осуществляют 336 общественных наблюдателей. Более 4 тысяч человек в целом по стране имеют доступ к онлайн-наблюдению. Результаты этого экзамена станут известны 16 по 22 июня. Азарт под запретом. Тотальную проверку игорных заведений проводят в эти дни нальчикские полицейские. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Республиканского МВД. Накануне сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность сразу 6 игровых клубов, изъя 21 системный блок и 19 мониторов. Сегодня закрыли еще 5 заведений. Конфисковано свыше двух десятков одноруких бандитов. Личности, занимавшихся незаконной деятельностью, уже установлены. Они привлечены к административной ответственности. Городские автомойки могут угрожать здоровью жителей столицы. Нальчикская прокуратура выявила нарушения в работе ряда объектов, обеспечивающих чистоту. Ведомство проверило в Нальчике 10 сервисных центров. Выяснилось, что, как правило, на мойках отсутствуют системы оборотного водоснабжения. Нет локальных очистных сооружений, что противоречит санитарным нормам. Административные дела сейчас на стадии рассмотрения. По некоторым решения уже приняты. К примеру, одна из автомойок на улице Кишокова уже закрыта. Деятельность автомойки осуществлялась с группами нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, создающие угрозу жизни и здоровью жителей города Нальчика. Прокуратура в Нальчикский городской суд предиально соответствующие исковые заявления о прекращении деятельности автомойки. Нальчикский суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Хозяин автомойки обжаловал данное решение, но уже Верховный суд оставил в силе прежнее постановление. Сотрудники МВД смогут проверять компании топливно-энергетического комплекса без ордера. Как пишут сегодня известия, изменения в закон о безопасности объектов ТЭК предлагает внести федеральное правительство. Ранее схожие поправки были внесены в закон о полиции. Поводом для их разработки стало поручение президента усилить надзор за безопасностью объектов ТЭК после теракта на Баксанской гидроэлектростанции в 2010-м. Согласно новому документу, силовики получат право проверять предприятия топливной и энергетической сферы по заявлениям граждан и общественников о возможных нарушениях требований безопасности. Поводом для визита могут также стать обращения надзорных органов. Нулевой цикл пройден, объект будет сдан к концу года. В Нордкале строят современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Универсальный зал с трибунами на 600 зрителей, бассейны для взрослых и детей, раздевалки, душевые, тренерские и бытовые помещения. На спортивный комплекс возлагают большие надежды. Средства свыше 140 миллионов рублей выделил федеральный бюджет. Софинансирование ведется из республиканского. В первом корпусе уже готова площадка для возведения купола над будущим бассейном. Продолжается работа по укладке основы под второй корпус. В третьем готовятся оружения под трибуны. Основная часть почти закончена. Как бы, ну, уже с питоном, вот, наверное, в июне закончим. Сейчас мы отделочная работа. Здесь Нордкалинцы намерены организовать различные секции и кружки для детей и молодежи. ФОК сможет принять и воспитанников спортклубов, уже действующих в Урванском районе. В Кабардино-Балкарии начался летний пастбищный сезон. На сегодня площадь земель отгонного животноводства в горной зоне республики превышает 140 тысяч гектаров. Богатые разнотравья и естественные водные источники значительно снижают затраты фермеров на корм в этот период. Планируется выгнать на пастбище полсотни гуртов крупного рогатого скота общей численностью 30 тысяч голов. Помимо этого выведут свыше 100 тысяч овец и коз, более 6 тысяч лошадей. Провести отгон животных в полном объеме помешала погода. К тому же, как отмечают специалисты, есть иные объективные трудности. Площади засорены, разрушена инфраструктура. По данным Госкомземы, ежегодно в аренду берут только 65-70% всех пастбищных и сенокосных угодий. Сезон продолжится до середины октября. Кабардино-Балкария присоединилась к участию в Международном экологическом субботнике. Проходил он сегодня, во Всемирный день охраны окружающей среды. Инициаторы проведения акции – страны таможенного союза – Россия, Белоруссия и Казахстан. Участники в этот день решили не только напомнить о проблемах экологии, но и заняться очисткой территорий от мусора. На субботник в Кабардино-Балкарии вышли сотрудники Минприроды и Управления Росприроднадзора. Всего около 200 человек. Часть из них трудилась в пойме реки Нальчик, остальные очищали берега Малки в Прохладном. В целом от мусора освободили территорию в 20 гектаров, вывезли 10 тонн отходов. А в Атажукинском саду прошла акция «Во имя жизни на земле», организованная Городским советом женщин. Я считаю, что нужно прививать это с малых лет детям, чтобы берега Малки в Прохладном. Экологическое шествие собрало свыше 200 нальчан, среди них представители общественных организаций, студенты, школьники и даже детсадовцы. Колонна с плакатами и транспарантами, призывающими беречь природу, прошла по центральной аллее парка. Завершилась акция высадкой цветов и деревьев. Режиссеры из Кабардино-Балкарии получили признание на Кинотавре. Фильмы студенток мастерской Александра Сокурова в КБГУ отмечены наградами Гильдии киноведов и кинокритиков России в номинации «Короткий метр». Картина Малеки Мусаевой «Приоткрывая дверь» – это история молодой чеченской семьи, в которой, как говорится в релизе, женщина живет не по правилам. Работа Марьяны Калмыковой «Она ждет» рассказывает о девушке, отбывающей срок в колонии. К ней на свидание приходит молодой человек, из-за которого она и оказалась в заточении. Члены жюри отметили работы режиссеров из Кабардино-Балкарии дипломами за расширение российского кинематографического пространства. Всего на фестивале было представлено 23 короткометражки. Завершится Кинотавр 8 июня. И последнее. Полметра в обхвате, вес 300 граммов. Гигантский помидор вырастили в селе Кахун два местных жителя с начинающими селекционерами. Общалась наш корреспондент Нуржан Кубадиева. В обхвате 50 сантиметров по диаметру, как мы учились, нас учили в школе, не по радиусу, а диаметру, значит, получается 40 сантиметров. Помидор-переросток с трудом умещается в руке Леонида Маримкулова 300 грамм весом. Объемы могли бы быть еще значительнее, рассказывает пенсионер. Сняли с ветки рановато, думали, поспел. Но даже сейчас помидор удивляет всех. Я сам никогда не смог бы это вырасти. Под чуткой руководством моего друга, я его называю учителем, я ему говорю, ты настоящий Мичурин. А он говорит, мы не можем быть настоящим Мичурином, мы обязаны любить природу. В дальнейшем плане, конечно, я его дарование в области любви к природе не догоню, но подучусь немного, оставшуюся жизнь, попробую тоже вырасти самостоятельно без него. Но без него не обойдется, все равно надо советоваться. Мичурин, по словам Леонида Маримкулова, это пенсионер Хаутип Хешхов. Он давно известен в селении Кахун не просто как овощевод, но и как селекционер. Помидор-гигант вырос в результате скрещивания различных сортов, но своего названия пока не получил. Пенсионеры шутят, это не подсолнух и не патиссон. Этот сорт пока неизвестен. Этот сорт еще неизвестен, а когда будет известен, скажем. Это просто получилось такое, что не скажешь, какой сорт его. Краснодарский, старый сорт, ранний краснодарский. И еще волгоградский, ранний волгоградский. Несмотря на аппетитный вид, этот помидор в тарелку с салатом не попадет. Его миссия куда важнее. Друзья-селекционеры намерены и дальше экспериментировать, чтобы вывести новый сорт. Дай Бог, чтобы урожай был еще больше, богаче. По вкусовым качествам помидор, безусловно, уступает знаменитым кахунским, но это тот случай, когда вкус не главное. Нуршан Кубадзиева, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. Это были Вести Кабардино-Балкария. Я напомню, что все выпуски нашей программы можно найти в интернете. Адрес сайта вестикбр.ру. Увидимся в 19.35. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. Под влиянием атмосферного фронта завтра без дождей гроз не обойдется. В Зольском 21 выше 0, облачно с прояснениями. Осадки незначительные. Дожди с грозами возможны и в горах. Погода у подножия Бруса неустойчивая. Днем максимум 8 тепла. На 10 градусов выше температура в Тернаузе. Осадки ожидаются. Значительно теплее, несмотря на высокую вероятность дождя, в Баксане, Чигеме и Нордкале 26 градусов. Температурный максимум, как обычно в Прохладницком и Майском, в Терском и Лескенском в этих районах, при небольшой вероятности осадков синоптики обещают до плюс 28. Несмотря на грозу, будет тепло и в Кашхатау. Небольшие осадки не повлияют на прогрев воздуха в столице Кабардино-Балкарии. Днем плюс 19-24. Таков прогноз синоптиков. Всего доброго.